Приветствую вас, и первое, с чего стоит начать ответ на ваш вопрос, это, значит, то, как давно это началось. То есть, вот вы не пишете, сколько времени вы встречаетесь с молодым человеком, а сколько именно времени у вас отношения длятся. Но это было бы весьма и весьма полезно, если вы хотите, ну, действительно разобраться в ситуации, которая происходит. Потому что, если это началось сразу и было всегда, то это одно, и в таком случае можно говорить о том, что у вашего мужчины всегда была такая вот черта, но вы ее принимали, получается, а потом перестали, ну, в силу ряда причин, и здесь уже нужно разбираться именно с вами, почему перестали принимать и так далее. Значит, либо это начало происходить с определенного момента, это начало происходить с определенной позиции, с определенной точки отсчета, и тогда уже нужно будет разбираться именно с тем, почему это начало происходить. То есть, что заставило, грубо говоря, вашего мужчину, да, вот, начать себя так с вами вести. Ну, в конце концов, не просто же так он начал вести себя подобным образом, что-то его все-таки заставило. И вот, по моему мнению, это что-то и нужно разобрать, потому что пока непонятно. Далее. Далее. Далее ситуация заключается в следующем. Ваш молодой человек, ревнуя вас, высказывает, конечно, такие признаки проявления своего поведения, как человека неуверенного в себе, как человека, боящегося вас потерять, что плохо, на мой взгляд, и как человека, который, в общем-то, проецирует свои опрощения и страхи на других людей. То есть, если ему все время кажется, что, там, это вот ваши мужчины, что, там, с вами постоянно разговаривают мужчины и так далее, это говорит о том, что именно у него мысли о том, что может иметь место, быть изменом. Ну, это, соответственно, следствие какой-либо травмы в его жизни. И либо он вам рассказывает, что с ним произошло, и тогда с этим можно, ну, объективно с этим можно что-то сделать, вот, потому что, ну, если человек, вот, поделится тем, что случилось, тем, что с ним происходит, тем, что его беспокоит, если человек расскажет, то с этим можно еще что-то сделать, да, с этим можно работать. А если человек этого не говорит, если человек это скрывает, если человек говорит, что все в порядке, например, то, естественно, никаких шансов решить проблему нет, потому этот человек сам не считает это проблемой. Как? Для себя. Без него это не проблема. То, что происходит. Значит, ревность. Ревность – это эгоизм. Ревность – это следствие паранойи или параноидального типа личности. И эта проблема не уйдет сама по себе. То есть молодой человек, получается, вам не доверяет. Ну и как-то не очень вяжутся вот эти вот вещи, эти аспекты, которые я назвал, собственно, с тем, значит, что он такой вот разумный, такой умный, такой адекватный и так далее. Ну, знаете, не ведут себя так адекватные люди. Не ведут. А это значит, что, опять же, что-то его заставляет так себя вести. И что именно нужно понять. Опять же, только при том условии, если он этого хочет сам. Если человек хочет это понимать, с этим можно что-то делать. Тоже очень важный момент. Вы говорите, подскажите, пожалуйста, что мне делать. Я бы рекомендовал вам для начала донести до вашего молодого человека с предельной ясностью, с предельной точностью одно. А именно, то, что вы не собираетесь терпеть подобных ситуаций и подобных вещей. Ну вот, не хотите вы этим мириться. Не хотите вы, значит, с этим жить. И это, надо сказать, ваше право. То есть, сказать ему нужно четко, что либо ты признаешь, что у тебя проблемы, и начинаешь что-то делать, начинаешь что-то как-то эти проблемы решать, либо я от тебя ухожу. И это поведение, оно правильное. Оно совершенно правильное и верное. Вопрос заключается, на мой взгляд, немножечко в другом. Вопрос заключается в следующем. Можете ли вы от него уйти? Реально. По факту. И не удерживает ли он вас рядом с собой? И если удерживает, то опять же, чем? Почему? Как? И так далее. Но это разговор, скорее, отдельный. А пока я полагаю, вот именно так вам стоит на эту тему подумать. Потому что ситуация действительно довольно-таки серьезная и может просто, ну, далеко зайти довольно-таки. Вот поэтому, дабы этого не произошло, вам следует как бы, как это иногда говорят, договориться на берегу о том, что вообще вы ждете от этих отношений и от него самого, и может ли он вам это все дать. Потому что, если не будет, если человек не может справиться, допустим, со своей ревностью, да, то с этим уж ничего не поделать. То есть, человек либо справляется с ревностью, либо нет. И если он не справляется с ревностью, то он просто-напросто, рано или поздно, такой человек остается один. И это для него своего рода урок, потому что через этот урок человек понимает границы дозволенного. То есть, понимает, можно ли вести себя определенным образом или нет. А вам нужно защищать себя и свои границы. Ну, я надеюсь, что вы заинтересованы в том, чтобы было именно так. То есть, сделать вы можете по факту не так много. Вы можете сказать своему парню, что готовы ему помочь, если он позволит вам помочь. Вы можете донестилить своему мужчине, что хотите быть с ним, но только без этих постоянных сцен ревности. А в противном случае вы просто уйдете. Вы можете сказать ему, что это только его проблема, что он ревнует. Но вопрос в том, послушает ли он вас. Вот в чем вопрос. Потому что, как правило, как правило, мужчины, которые ревнуют, почти никогда не слушают никого, кроме себя. Ну, потому что в некоторой степени это эгоизм, а эгоизм это всегда мысли о себе, размышления, опять же, только о себе. И, соответственно, коль это так, коль это действительно так, то, как бы, человек, естественно, не реагирует ни на кого, кроме себя. И важно быть готовы здесь к тому, что человек пойдет на все, лишь бы, например, вас удержать, но только на своих условиях. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Удачи вам!